запись нашего вебинара, так как вдруг кто-то не сможет остаться до конца, а вдруг кто-то сейчас не присутствует и захочет пересмотреть его несколько позже, такая возможность будет абсолютно у каждого. Так, вроде бы со всеми поздоровался, кто еще не написал свое приветствие в чатик, пожалуйста, делайте это без проблем и каких-либо сложностей. Да, Наталья, вот, пожалуйста, добрый вечер. Итак, мы с вами сегодня пройдем по очень классному пути, не хочу долго затягивать, не хочу долго перетягивать на себя одеяло, потому что у нас сегодня много работы, работы классные, работы важные, Валерия, ссылочка у вас на запись будет на почте, по которой вы заходили, регистрировались на наш вебинар, поэтому не переживайте, Валерия, запись кинем, запись будет. Я пока что, с вашего позволения, плавно начну, начну демонстрацию, начну рассказывать тему, которую мы сегодня будем для вас раскрывать. Итак, да, запись отправим после обеда. О, прекрасно, вот, собственно, и пришел ответ. Так, я думаю, что вам должно быть все прекрасно видно, ровно как и нашу достаточно большую гостеприимную презентацию. Я со своих вторых устройств гляну, как все это выглядит, по-моему, потрясающе. Так, итак, у меня будет для вас пока первая такая история. Мы сегодня разговариваем с вами на тему, как автоматизировать HR в пользу для бизнеса. Бесплатное мероприятие сегодняшнее будет посвящено преимуществам автоматизации HR-процессов для бизнеса и необходимости этих процессов для компаний. Мы не будем с вами уже делать какую-то дополнительную сверку. Я думаю, меня прекрасно видно и слышно, и вы уже это подтвердили. Поэтому позвольте еще раз представлюсь перед теми 32 людьми, кто у нас уже находится в чатике. Меня зовут Денис, фамилия моя Козлов. Я вместе с прекрасным отусом, о котором мы сегодня поговорим отдельно, проведем для вас этот вебинар. Я, по факту, сегодня буду являться такой прослойкой между нашим гостеприимным чатом и нашим основным главным спикером, которого я приглашу совсем скоро. Ну, в целом, я думаю, что вы ее прекрасное лицо, изображение через веб-камеру уже наблюдаете прямо сейчас. Но подключим ее и подпрощаемся буквально через несколько мгновений. А пока хочу с вами пообщаться вот на какую историю. Для начала технические моменты. Если вам хочется, чтобы наши лица, лица спикеров, мое лицо было чуть поменьше, а презентация была видна чуть лучше, просто кликните на нее два раза прямо в вашем браузере, там, где вы смотрите, кликайте по презентации, она раскрывается у вас на полный экран. Скорее всего, для вас так будет удобнее. Ну, или просто кликните специальную кнопочку в верхнем левом углу. Итак, немного поговорим про нетворкинг. Прежде чем мы начнем раскрывать главную для вас сегодня тему, я хочу, чтобы мы с вами, помимо того, что поздоровались в самом начале, еще и немного раскрыли тех людей, которые сегодня пришли на наш вебинар. А таковых, я уже вижу, 33 человека подключилось к прямому эфиру. Пожалуйста, в чате напишите, кто вы, ну, то есть, с какой вы компанией, с какой вы отрасли, да, чем вы занимаетесь, кем работаете. И слышали ли вы что-нибудь про отус? Это все, что мне от вас нужно. Напомню, вебинар сегодня бесплатный, а от вас единственная благодарность, которую я сейчас прошу на данный момент времени, это просто написать, чем вы занимаетесь, может быть, на какой должности, какая профессия, и слышали ли вы вообще про отус что-нибудь. А я побегу в чатик через еще одно устройство, глядеть, что там у нас происходит. Так, HRD, HRBP, пишет Ольга, Анастасия и Ольга уже начинают раскрываться по полной программе, мне это нравится. Итак, еще раз чатик, я попрошу вас сегодня быть максимально отзывчивым моим просьбам, их будет немного, они будут все абсолютно элементарные. И вот одна из таких, немного напишите, чем вы занимаетесь, может быть, с какой вы компанией, на какой должности. И слышали ли вы что-нибудь про отус? HRD Digital Agency. Кристина, приятно познакомиться. Слышали ли что-нибудь про отус? Просто интересно понять, те люди, которые пришли на вебинар, вы уже в курсе, что такое отус? Или еще нет, вы пришли и такие, какой отус? Не понимаем. Без проблем, мы сегодня общаемся по-честному, для этого я этот вопрос и задаю. HR-менеджер Валерий, очень приятно про отус не слышал. Валерий, спасибо вам большое за небольшой отзыв, который написали в наших соответствующих. Тим Лид Александр слышал из предыдущего стрима про отус. Спасибо, что ходите на наши стримы, большое спасибо, Александр. Георгий HR IBM Technology, продажа оборудования, Анна Product Owner, не слышала про отус, ничего страшного, сегодня расскажем. Кристина слышала, но не развернуто, не переживайте, попробуем развернуть, насколько нам позволит наш сегодняшний тайминг. Георгий не слышал про отус, прекрасно. Отус про обучение, но детально не знаю, это я уже читал, про отус не слышал. Анастасия, расскажем, не проблема. Игорь, Анастасия, Андрей, Светлана прекрасно полетели наши сообщения. Я совсем скоро их пойду читать. Пока вы продолжаете писать, кто вы из какой вы компании, чем вы там занимаетесь и слышали вы про отус, я немножечко про отус расскажу тем, у кого вызвало это название и эта формулировка вопрос. О компании отус. Немного. Первое. Сперо отус, то есть мы специализируемся на обучении в IT. Основная фишка – это продвинутые программы для специалистов с опытом и быстрый запуск курсов по новым набирающим популярность технологий. Наши клиенты – это партнеры современных технологических компаний и сами технологические компании. А обучение и открытые материалы привлекают специалистов самого разного грейда – это и джуниор, миддл, сеньор, лид. Так что здесь найдет для себя что-то полезное абсолютно каждый грейд. Мы в цифрах. Более 130 курсов для джуниор, миддл, сеньор специалистов и менеджеров. Более 600 преподавателей, которые делятся актуальными знаниями и реальными кейсами, которые прямо сейчас востребованы в IT-индустрии. Более 17 тысяч выпускников, которыми мы гордимся, а они в ответку гордятся нами. Они уже прошли обучение по программе, адаптированным под запросы прямо сейчас в самых ведущих работодателей. И более 310 тысяч IT-специалистов в нашем сообществе. Они читают материалом, делятся своими знаниями, учатся и общаются на наших площадках. У нас имеется корпоративное обучение. Мы помогаем повысить эффективность команд и бизнесов. Более 130 курсов у нас уже существует. У нас есть онлайн-метапы по направлениям для руководителей. Такие как программирование, танцирование, инфраструктура, аналитика и многое другое, которое вы видите прямо сейчас на экране. А по факту, повышая эффективность, вы сможете прокачать джунов до медлов или сеньоров без отрыва от производства. Освоить навыки под задачи конкретного проекта, отслеживать прогресс сотрудников, нанимать новых сотрудников через программы обучения и стажировки. По поводу стека разработки. У нас есть разработка, у нас есть эксплуатация и процентное соотношение тех баз, на которых все это дело, как говорится, зиждется. Вы прямо сейчас видите в этих двух круговых диаграммах. Наше преимущество. У нас существует вступительный тест. Это одни из особенностей, которые повышают ценность нашей базы. Обязательное условие для зачисления в группу – это тест отсеивать новичков без достаточного уровня знаний. Ну, весьма сепральная история при любом обучении, как нам кажется. Сложная углубленная программа, большая черта, такая большая и общая черта всех студентов – это сильная мотивация и стремление развиваться в принципе. Акцент на практику, то есть можно посмотреть данные домашние задания, проектные работы кандидатов. Формат резюме под IT-отрасль, то есть удобно систематизированная информация о стеках, навыках и оптик кандидатов. Ну и поиск пассивных кандидатов. Мы не завлекаем на курсы какими-то гарантиями трудоустройства. К нам идут в первую очередь ради знаний спецы, чьих резюме нет на работных сайтах. Вот зачем идут к нам. И эти пять преимуществ, как мне кажется, являются нашим таким большим флагом, который мы несем перед собой уже долгое-долгое время. Свой курс как способ решить различные бизнес-задачи. У нас существует разработка курсов, и это актуально, когда компания испытывает дефицит специалистов или нужен какой-то особый набор скиллов. Надо популяризировать собственный IT-продукт или технологию, или есть просто рутинные задачи в разработке, и нужна какая-то альтернатива для стажировки, к примеру. 33% студентов у нас проходит обучение до конца, благодаря особой методике преподавания. Показатель высокий, и не только в онлайн каком-то обучении, но и среди образовательных программ разных совершенно форматов. У нас есть партнерские проекты, на них долго останавливаться не буду. Я думаю, что большинство из компаний, представленных на данном слайде, для вас и так известно и понятно. Сколько у нас был индустриальный проект, с Азоном у нас был совместный курс с целью закрытия ряд вакансий продукт-менеджера и многие-многие партнерские проекты другие. Найм через обучение. Суть идеи, которую несет здесь ОТОС, это обучение как быстрый способ нанимать IT-специалистов. Точнее, наоборот, способ быстро нанимать IT-специалистов необходимой квалификации без каких-либо затрат на онборде. То есть, фактически, вы определяете нужное направление и требования квалификации, а мы создаем или адаптируем образовательный курс, нанимаем и готовим для вас преподавателей. Вы набираете лучших абитуриентов, мы обеспечиваем их поток и целевое количество. Вы предлагаете работу вашей компании в течение всего обучения, а мы предлагаем вам информацию о самых лучших студентах, которые в итоге к вам и придут. Ну и возможные направления, в которых мы обучаем по разным грейдам, junior, middle, senior, lead. Это программирование, инфраструктура, тестирование, аналитика, data science, управление, game dev и информационная безопасность. Ну и под финал немножко расскажу про оценку выгоду аутсорсинга. Вот вам табличка, которая сравнивает рыночные затраты на привлечение IT-специалистов, агентства по найму или найм через обучение в оттус по времени отбора, по времени анбординга и по средней сумме в рублях. Если просто сравните все эти цифры, я думаю, что для вас многое станет явным. Долго здесь останавливаться не буду. Я думаю, здесь и так все понятно. Ну а теперь переходим непосредственно к знакомству. Игорь, что такое индустриальный проект, спрашивает Игорь. Без проблем, у нас сегодня не об этом вебинар. Надолго об этом останавливаться не будем. Но это такой наш общий партнерский проект. Если интересно, можете почитать об этом на любом ресурсе, например, на нашем сайте. Итак, системный аналитик. Вижу, вижу, вижу. HR знакомый впервые. Здорово. Наших здесь очень много прекрасных людей. Теперь многие про оттус еще и услышали. А теперь уже услышим про нашего сегодняшнего спикера. Я остановлю демонстрацию и приглашу сейчас с большим личным для меня удовольствием нашего сегодняшнего спикера Ксения Агеева. Ксения, если ты нас слышишь все хорошо, подключайся. Да, всем добрый вечер. Доброе время суток на случай, если кто-то нас смотрит из других таймзон. Насколько я вижу, демонстрация экрана у нас перебежала успешно. Значит, мы с вами можем начинать. Да, все прекрасно, Ксения. Мы готовы внимать. Окей, хорошо. Тогда давайте начинать. Начнем со знакомства. На самом деле, мне хотелось бы сегодня постараться максимально, скажем так, увлекательно раскрыть нашу тему. Она сама по себе достаточно увлекательная, поэтому говорить и показывать будет приятно. В двойном размере. Но начну чуть-чуть с себя, чтобы, наверное, чуть понятнее было, да, зачем я здесь, что я могу рассказать, о чем я могу поведать. Да, назовем это так. Зовут меня Ксения. Я работаю в области анализа и визуализации данных. И достаточно существенный кусок своей карьеры я проработала в области непосредственно HR-аналитики, HR-автоматизации в компании Luxoft. На самом деле, это был достаточно такой любопытный путь. Я вижу, что у нас сегодня в чате есть представители HR, да, HR-бизнес-партнеры и многие другие. И, наверное, во многом для вас, но, конечно же, для всех остальных участников тоже, я хочу подсветить тот момент, что на самом деле в IT приходят совершенно из разных направлений. Да, я начинала свой путь с рекрутмента и спустя какое-то время конвертнулась в аналитику. То есть, собственно, скажем так, да, работа в области проектов по HR-автоматизации помогла не только компании, но и мне лично. Сейчас я работаю в финтех-компании XNES и, собственно, в свободное от основной работы время с удовольствием говорю и показываю, да, на тему HR-аналитики и многих других вещей. Смотрите, я хочу вас провести, ну, обозначить, да, некоторый маршрут встречи. Экскурсия у нас будет интересной, насыщенной. Я надеюсь, что мы все успеем. И, конечно же, если будут какие-то вопросы, комментарии, что-то в этом роде, чат открыт. Welcome. Спасибо. Говорить мы будем вот о чем. Мы пройдемся в целом, да, по модели зрелости и постараемся ответить на вопрос, как вообще понять, да, компания, ваша компания, в которой вы сейчас работаете, на каком уровне, на каком этапе она находится, что с этим делать, куда бежать и, ну, действительно, на что стоит обратить внимание прежде всего. Естественно, мы коснемся также автоматизации HR в целом, да, и того, какую роль HR-аналитик может и должен в этом сыграть для того, чтобы все прошло успешно. И, конечно, поговорим о жизненном цикле сотрудника, который, опять же, благодаря, да, тому, что у нас с вами сегодня такая релевантная аудитория, вам уже известен. Но наверняка будет интересно побольше узнать о том, как это выглядит с точки зрения, опять же, автоматизации аналитики, да, то есть за какими метриками стоит следить в первую очередь, во вторую очередь, в третью и так до бесконечности. И немножечко коснемся приятных моментов, связанных с, в целом, да, заботой о данных, то есть мало что-то автоматизировать хорошо, нужно еще и ничего не поломать на этом пути. Наверное, будет здорово, если вы сейчас, да, увидев маршрут встречи, поделитесь своими ожиданиями по эфиру, да, то есть, возможно, есть какие-то уже мысли, появились какие-то идеи, которые вы готовы пошарить с аудиторией, хотите послушать ответ. Так что я попрошу начать это делать, а мы пока поговорим о том, куда мы целимся. И действительно, маршрут, ну, он, в общем-то, находит, да, отражение в наших целях. Сегодня мы будем рассматривать разные стадии зрелости с точки зрения автоматизации, мы разберемся с метриками, которые окружают эти стадии, и мы поговорим в том числе и о продуктах, о том, как с точки зрения софта, с точки зрения людей вокруг этого софта выглядит процесс автоматизации в HR. Кроме этого, хочется, да, немножечко пофилософствовать и затормозить, подумать, да, ну, окей, хорошо. Все говорят, что автоматизация — это круто, но мы уверены в этом, мы готовы прямо сейчас сказать, да, это круто, давайте это делать. На самом деле, в зависимости от того, на каком уровне в целом, да, глобальной зрелости находится конкретная компания, варианты привлечения HR-аналитика, варианты решений по HR-автоматизации, они будут, конечно же, разными. Есть определенный набор best practices, да, каких-то вещей, которые работают всегда, есть нюансы, которые следует учитывать под конкретную компанию, да, под конкретные обстоятельства, назовем это так. И, соответственно, нам с вами сегодня важно будет разобраться в том, на что, собственно, обращать внимание, да, то есть какие ключевые метки вы могли бы расставить для себя, для того, чтобы прийти к успеху быстрее и найти, например, какие-то, да, гэпы, зоны для развития, которые нужно улучшать. Окей, давайте, опять же, немножечко поговорим, да, подумаем о том, как выглядит сейчас автоматизация HR-процессов вашей компании. План, да, примерный вопросов, на которые мне бы хотелось увидеть ответ в чате, сейчас находится на ваших экранах. И на самом деле это позволит, да, может быть, немножечко подкорректировать нашу дискуссию, да, сегодня прям на ходу, прям вживую, потому что, ну, это всегда гораздо более интересно, если мы не только, да, реализуем какой-то свой приготовленный план, да, который, конечно, есть, мы по нему пойдем, но если есть какие-то уже сразу, опять же, сходу вводные от аудитории, будет круто их учесть, и если вы поделитесь, я обязательно попробую это сделать. Так, давайте взглянем на чатик. Что у нас говорит аудитория? Актуальные HR-системы. Прекрасно. Стоимость внедрения. Что можно автоматизировать? Шикарный вопрос, спасибо большое. Шикарное ожидание. Да, инструменты. Да, прекрасно. Спасибо большое. Очень здорово, что мы во многом угадали сегодня с планом. Так что давайте будем двигаться к первому пункту. И начинать мы будем, собственно, с оценки зрелости, да, то есть как в целом понять, ну, окей, в организации обязательно есть что-то про Human Resources. Наверняка существуют какие-то системы, которые позволяют отслеживать то, что происходит с персоналом компании, даже если в какой-то момент, да, этой системой является Google Shittig или Excel-овская табличка. И если мы с вами обратимся к классике и посмотрим на SAP Deloitte модель, то мы найдем четыре стадии, да, четыре уровня зрелости компании, которые можно, ну, с определенной долей условности выделить. По факту мы смотрим на две оси, да, то есть сейчас вы можете видеть, что с одной стороны мы видим, как взрослеет HR-автоматизация, HR-аналитика внутри компании, и одновременно это повышает ценности HR-аналитики для бизнеса. На первом этапе, да, ну, то есть у SAP Deloitte существует своя собственная шкала, да, для того, как это оценить, но поскольку мы с вами находимся в таком достаточно ограниченном тайминге, да, мы не задумывали проведение прям опроса, там, взрослого с баллами, все в этом роде, но для того, чтобы примерно понять, на каком уровне находится ваша компания прямо сейчас, мы пройдемся по этим стадиям, разберем их и поговорим о том, как это с точки зрения простых человеческих слов, а не просто каких-то абстрактных баллов. В целом, то, что происходит, вы уже можете видеть, да, то есть это может быть самый базовый, зарождающийся такой этап, этап, сущность HR-автоматизации, да, какой-то HR-аналитики внутри компании, когда все на руках и практически никаких процессов вокруг этого не предусмотрено. Дальше происходит постепенное созревание, и автоматизации становится все больше, но при этом, да, на следующем этапе мы понимаем, что, например, в компании может быть десяток различных систем, в них хранятся какие-то отдельные данные о отдельных HR-процессах, и, соответственно, модификация этого всего, сборка в единую отчетность, ну, это определенная головная боль. Это уже, конечно, лучше, чем если все ведется на коленочке, но, тем не менее, предела совершенства нет, и на следующем этапе организация, компания уже имеет какую-то экосистему, да, какую-то инфраструктуру, когда HR-автоматизация и в целом Digital HR обрастают процессами, кроме того, эти процессы подвергаются, что ли, аудиту, да, рассмотрению на тему того, не противоречат ли они друг другу, насколько они просты для понимания человека, который не готов, да, читать простыню на 40 листов, то есть все эти вещи, они начинают находить свое отражение именно на этапе зрелой автоматизации. Здесь мы уже имеем более целостную картинку. На самом деле, по личному опыту, да, по наблюдению и по практике из разных компаний, в общем-то, компании в России сейчас находятся в районе автоматизации фрагментарной либо зрелой, то есть это ощущение все-таки радует. Десять лет назад все было принципиально по-другому, ну, в целом, десять лет назад вообще уровень автоматизации был другим, но, тем не менее, то есть это уже позитивно, и если мы начинаем задумываться уже про самый-самый настоящий Digital HR, да, то, что также называется интеллектуальным уровнем, да, интеллектуальный HR, то здесь аналитика встает на уровень такой, хрустальный шар, но с повышенным уровнем точности. То есть это означает, что не просто существуют процессы SIS, мы можем работать с данными, вынимать из них максимум пользы, но и одновременно мы используем эту информацию для того, чтобы смотреть в будущее, делать какие-то предсказания, настраивать модели, которые позволят, ну, самая, наверное, популярная тема в этой части, это непосредственно предсказание увольнения сотрудников, да, то есть это, наверное, топ-1 из тех вещей, которые приходят обычно в голову, когда ты говоришь о интеллектуальном HR и этом уровне зрелости, да, для организации. На самом деле, вживую таких компаний я наблюдаю единицы. Пока что, ну, я думаю, что путь к этому положен, так что все хорошо. Давайте теперь чуточку подробнее разберемся с этими этапами, да, что означают эти уровни для конкретного человека, который уже работает в Human Resources или около, особенно для HR-аналитика, да, если такая роль существует внутри компании, и как с этим всем жить, что можно выжить полезного, какие подводные камни нас с вами могут ожидать. И первый этап – это наш с вами базовый уровень, да, то есть это аналитика, HR на бумаге, репортинг на коленке, все вот эти прекрасные вещи. В самом, ну, скажем так, да, зародышевом случае автоматизация представляет собой, ну, вот Excel-стайл, Google-шит-стайл, в зависимости от того, какой пакет используется внутри компании, и в лучшем случае какие-то списки сотрудников хранятся в таком виде, из них составляются базовые репорты, базовые графики, и все происходит, ну, в достаточно таком разрозненном виде. Ну, то есть банально, да, для того, чтобы отчет в Excel обновился, нужно, чтобы его кто-то обновил. Должен существовать какой-то процесс ручной поддержки, и это, конечно, достаточно существенные затраты с точки зрения времени, с точки зрения того, какая ценность, да, будет на выходе, с учетом необходимости принимать решения быстро. В целом и общем, если мы говорим о каком-то, да, дополнительном, ну, скажем так, да, особенном пути России в этом плане, есть еще 1С вездесущий, как, ну, тоже, наверное, все-таки признак того, что компания находится на первоначальном этапе, либо только перетекает в сторону фрагментарной автоматизации. Почему? Потому что на самом деле далеко не везде все аналитические мощности 1С используются на полную, и если, да, результатом является та же самая табличка, просто с какими-то фактическими данными, да, мы по ней можем посчитать и мониторить, да, количество людей в компании, как они проходят испытательные сроки и так далее, либо смотреть на то, что происходит с вакансиями, но это отнимает приличное количество времени, и как у готовящего, так и у смотрящего в итоге, так что здесь, ну, собственно, да, при всем уважении к нашим дорогим отечественным продуктам, здесь самое-самое начало. Куда мы трансформируемся дальше, да, то есть как происходит вот этот вот переход в сторону чего-то, что красиво озаглавленный дэшборд, да, то есть, ну, в общем-то, польза дэшбординга преимущественно заключается в том, что, во-первых, мы получаем возможность видеть несколько, да, кусочков данных уже обработанных, агрегированных, сведенных на одном экране, то есть это облегчает наше с вами восприятие, и одновременно, как правило, вся вот эта вот конструкция, она уже каким-то образом умеет автоматически обновляться полностью сама, либо на полурочном приводе, да, через подключаемые, обновляемые Excel-файлы, возможно, на этом этапе компания начинает задумываться о том, чтобы завести свою какую-то BI-систему, да, то есть по сути, чтобы не прям вдаваться совсем в подробности, но раскрыть тему, да, BI, Business Intelligence — это разного рода программное обеспечение, платформа, решения, которые позволяют максимально быстро и безболезненно получить дэшборды, получить какие-то сводные комплексные отчеты, автоматические, обновляемые, с минимумом потерь. То есть если на создание вот такой картинки в Excel уйдет, ну, прям приличное количество человек-часов, в рамках хорошей современной BI-платформы мы можем такую штуку наваять за один день, что прекрасно. Ну, и, собственно, в тот момент, когда компания задумывается, да, о том, что пора бы уже в комплексный репортинг, все так делают, мы тоже хотим, мы хотим принимать решения быстро, ну, а, собственно, да, основная цель BI заключается как раз в том, чтобы ускорить процесс получения правильной информации, дозированной корректным образом, для того, чтобы быстро рассчитывать, что происходит в организации и делать из этого какие-то выводы, что-то генерить. Дальше происходит уже такое дозревание. То есть в этот момент компания уже чувствует, что, окей, нам нужна зрелость, да, нам нужна надежная аналитика. И вот тут, да, возвращаясь к теме вопросов в чате, да, о том, какие системы выбрать, да, с чем иметь дело, в разговоре о конкретных этапах жизненного цикла сотрудника я подробнее остановлюсь, но здесь хочется сказать, что вы видите, да, то есть вот левая картинка на слайде – это ассортимент вариантов, действительно, десятки, если не сотни, и как с этим всем справиться, да, как определить, какая конкретная система автоматизации подходит для вас. Ну, наверное, тема отдельного даже не урока. Тут можно хорошую докторскую написать на эту тему, если честно. Но в целом и в общем критерии – это масштаб организации, да, это бюджет, который организация готова выделить на то, чтобы себя автоматизировать. Это в целом то, на чем сейчас крутится имеющийся, да, датасет внутри компании, и все то, что формирует в итоге такое ландшафт, да, ландшафт с данными о персонале, с данными около персонала, да, все, что нас интересует в этой связи. И признак зрелости здесь состоит в том, что даже если исторически так сложилось, что в компании уже зоопарк из систем, да, в которых хранятся данные релевантного содержания, их надо как-то собирать воедино, чтобы репортинг в дальнейшем был уже из одного правильного источника, да, из правильного набора источников. То есть здесь не суть важна. Признак вот этого этапа – это единое хранилище, да, Date Warehouse, в которое сливается правильным образом все, что есть. Это процессится, обрабатывается аналитиками, и на выходе получается уже гораздо более симпатичная картинка, да, то есть мы снова смотрим на дашборд, но на этот раз он напрямую обращается к тому, что генерится каждый день с точки зрения данных о персонале, и мы таким образом получаем там ежедневно, может быть, даже ежечасно, информацию о ситуации внутри компании. То есть вот тот пример, который вы можете видеть справа, это одна из… визуализация победителя одного из датавиз-конкурсов в прошлом, мне кажется, году, либо в конце прошлого, либо в начале этого, и на самом деле мне нравится то, что действительно для HR-директора, да, либо для руководителя службы по персоналу реально все необходимое собралось в одном месте без излишней детализации, да, то есть мне, когда я отвечаю на вопрос, окей, у нас с текучестью все хорошо или не очень хорошо, мне не очень важно знать, какие конкретные люди покинули компанию в течение определенного периода, да, то есть мне важно понимать, мы в плюс движемся, да, у нас все хорошо, это нормальный уровень, либо мы падаем, либо мы растем, и как раз-таки агрегированные картинки, которые не требуют ручного приложения в роли HR-аналитика, они побеждают в этой связи. Окей, то, что касается True Digital, да, или интеллектуального HR, здесь добавляется еще один слой, да, в сравнении с предыдущей картинкой, аналитика про Date-Driven, да, то есть про Date-Driven сейчас очень модно говорить, и по факту даже, да, какое-то маленькое решение, принятое именно на основе информации, которую вы получили из ваших данных, это уже Date-Driven. Но для того, чтобы компания могла себя считать, скажем так, да, членом клуба True Digital HR, обязательно должен присутствовать более интеллектуальный компонент обработки между, собственно, нашими данными, да, которые сгенерились, мы помним, из некого зоопарка систем, да, либо из одной, если вдруг так случилось, что все в одном месте, так бывает, но редко, вот, и, соответственно, эта информация очищается, обрабатывается, и модели, да, то есть ML — это machine learning, с помощью ML-моделей можно как раз-таки делать уже прогнозы, предсказания и вообще, да, формировать какие-то ожидания о том, что будет дальше. То есть если на предыдущих этапах мы могли только описать, что, окей, наши темпы подбора персонала находятся на том же уровне, что и год назад, при таком же уровне потерь численность компании будет оставаться стабильной, рисков нет. Либо если текучесть растет, темпы хайринга растут, но растут во многом, да, для того, чтобы закрывать дыры, а не наращивать наши мощности, да, с точки зрения персонала, соответственно, мы получим какую-то картинку скорее грустно к концу года, чем позитивно. И в случае с ML мы бы могли заранее узнавать о том, что какие-то риски есть, какие-то угрозы и так далее. То есть это те вещи, которые про предиктивную аналитику, про ожидание и про планирование. На самом деле, для того, чтобы вот эта вся красота случилась, должен быть установлен максимально тесный контакт, да, между руководством в HR-службе, да, в талант-подразделениях и руководством компании, если есть какие-то, да, люди в большом количестве, которые принимают участие в принятии решений, да, сори за тавтологию, соответственно, без диалога между двумя этими компонентами True Digital сделать тоже не получится, потому что цели будут преследоваться разными. На этом этапе, ну и на самом деле на предыдущем в какой-то мере, важно формирование этого самого диалога. Помнить о том, что ресурсы, да, люди как ресурс компании – это все, да, и, соответственно, если HR-аналитика не будет применяться, возможно, какие-то ошибки, огрехи в правильном эффективном использовании этого ресурса. Таким образом, коммерческие цели компании, да, финансовые метрики, что угодно, не будут, опять же, вести себя так хорошо, как могли бы, если бы мы добавили компоненты HR-аналитики. Очень многие компании на российском рынке вовремя это поняли, и, на самом деле, да, тот же Люксофт, в котором я работала, из, да, других глобальных примеров, Сбер, Касперский, Яндекс, то есть, в принципе, да, компании, в которых HR-аналитика либо талант-аналитика, она присутствует в достаточно зрелом состоянии, ну, в общем-то, там HR-данные как раз-таки помогают развивать компанию глобально. Не только делать людей счастливыми, да, довольными и неуходящими, но и делать их более эффективными во многом для того, чтобы цели компании достигались. Примерно так у нас с вами выглядит этот процесс. Перед тем, как двинуться к жизненному циклу сотрудника и связанным метриком, давайте глянем в чатик, возможно, есть что-то, что можно прокомментировать прямо сейчас. Так, да, я вижу, что есть комментарии по поводу систем. Примеры с конкретными процессами сейчас как раз будем смотреть, не переживайте, мы к ним уже практически подошли. Топы, ну, в общем-то, топы там и приведены, так что сориентироваться будет можно. По поводу хорошо знать Excel, да, я согласна. То есть на самом деле у меня нет, пожалуй, задачи, да, как-то недооценить мощности Excel. Скорее здесь поинт в том, что с точки зрения применения биосистем, платных, бесплатных, да, в общем-то это, опять же, на уровне зрелой, дозрелой, фрагментарной зрелой автоматизации, не суть важна, но в этих решениях просто автоматизированы многие функции, которые на предшественниках, да, на Google, шатах и Excel все-таки требуют человеческого вмешательства. Так что это скорее шаг в плюс один в сторону digital, ну и большая надежность с точки зрения обновляемости автоматической, меньшая вовлеченность человека, более красивые картинки по итогу, это тоже, как не отрицая, все равно важно. И такие вещи, которые позволяют доставлять данные для принятия решений на high-level, да, внутри компании на уровень топ-менеджмента гораздо быстрее. Ну, ровно, опять же, один из простейших примеров практики, как выстраивался диалог между генеральным директором компании, руководителем службы по персоналу, пока отчетность существовала в виде, ну, условно, таблиц, да, с парой графиков, которые, ну, надо было прям скроллить, это было все мучительно, диалога не было, потому что время топ-менеджмента стоит дорого, время тратить его на то, чтобы качественно вникнуть, да, в то, что происходит с службой по персоналу, служба персонала достаточно, ну, кажется, такое, зачем это все. И происходило какое-то залипание, да, процессов на этом участке. В момент, когда информация о ключевых HR-метриках стала более визуальной, менее подробной и качественно дозированной, диалог резко начал улучшаться, потому что ты смотришь на слайд, тебе все понятно, и, собственно, движение происходит как раз-таки вперед. Так, еще один вопрос появился. Как соотносится уровень аналитики автоматизации с численностью и размером компании? Ну, на самом деле, если честно, даже в маленьком стартапе, да, в маленькой компании можно вполне себе докачаться до зрелого уровня автоматизации без каких-то космических бюджетов на HR, да, то есть на HR-аналитику, на HR-автоматизацию, просто потому что специалисты, которые в этой части работают, да, один грамотный HR-аналитик при поддержке грамотного дата-аналитика – это уже практически Dream Team. То есть это минимальная основа, с которой стоит начинать уже на небольших масштабах. Этого будет, ну, хватать для бодрого старта. Чем больше компания, конечно, да, чем больше возможностей привлекать специалистов, ну, вот опять же, да, ML, ML-инженеры, data scientists, те люди, которые, у которых будет время на то, чтобы полностью с головой нырнуть, погрузиться в данные, покопаться, почистить, обработать и привести это все к правильному виду. Ну, здесь, конечно, да, чем больше компания, тем больше возможностей в этой связи. Но я не могу сказать, да, что вот небольшая организация, да, там, условные 100 человек никогда не станет трудить Digital HR, совсем нет. То есть, опять же, на примере работы в компании размером в больше, чем 15 тысяч человек и в компании размером в 2 тысячи человек, во втором случае при, да, других фокусах уровень погруженности, да, в часть про автоматизацию данных компаний выше, например, да, просто потому, что политика была построена именно на data-3. Так, и еще один комментарий, который здесь стоит дать, да, по поводу ассортимента и по поводу импортозамещения. Это касается, ну, в целом и HR-систем, да, и BI-систем, и всех печальных новостей о том, что какие-то решения уходят, покидают страну, да, и мы больше не можем их использовать. Ну, то, что касается аналитики, да, и BI в частности, здесь в целом все хорошо. И большая тройка, да, BI-систем, Tableau, Power BI и Click по-прежнему продолжают существовать в России. И есть обходные пути, которые применяют, да, с различным уровнем рискованности, но, тем не менее, для того, чтобы это все дело качественно импортозаместить, ну, порядка, опять же, пяти решений у нас присутствуют. Те же, тот же самый, да, Яндекс.Даталенс, который, ну, сравнительно молодой продукт, но очень даже перспективный и достаточно широкие возможности для автоматического репортинга дает. Если, ну, опять же, задаваться именно этим вопросом, прям каких-то катастроф с точки зрения BI в России совершенно точно не произошло. То, что касается самих, да, систем для того, чтобы правильно вести процессы, собирать данные, все вот в этом роде, у нас и так все было неплохо. Сейчас мы в этом с вами убедимся. Давайте поговорим про жизненный цикл сотрудника. Прям на этом слайде я долго зависать не буду. Я думаю, что так или иначе картинка достаточно самоговорящая. То есть мы рассматриваем HR-процессы, как правило, да, с точки зрения людей, то есть того, что происходит с персоналом внутри компании. И начинается это все с момента привлечения, причем здесь я, наверное, обратила бы внимание на то, что первый пункт, да, про привлечение, он до рекрутмента. То есть это то, что мы делаем с компанией с точки зрения бренда, с точки зрения в целом какого-то мессенджа, который компания передает в эфир, да, для того, чтобы потенциально быть привлекательной для сотрудников, для кандидатов. И сбор данных в HR начинается еще, собственно, до того момента, как непосредственно HR-процессы стартуют. Здесь не помешает тесный, да, контакт, диалог с маркетингом, например, в частности, да, то есть то, что касается каких-то ивентов, либо бренда. И вот в этом сегменте лежит приличный кусок успеха, да, в части подбора, который нас начинает интересовать уже здесь. Но поскольку мы с вами сегодня все-таки в большей степени фокусируемся на процессах про HR-автоматизацию, давайте мы начнем с подбора. Кусочек привлечения тут есть, да, и на самом деле в том, что касается трекинга кандидатов, да, трекинга открытых вакансий и тех ивентов, которые их связывают, да, то есть разного рода этапы интервью, HR-интервью, технические, да, если это применимо интервью с руководителем и так далее, здесь мы, как правило, должны рассчитывать на действительно качественный сбор данных, потому что, ну, это релевантно для любого этапа, но для рекрутмента особенно, потому что скорость принятия решения, пожалуй, максимальная, если говорить обо всем жизненном цикле, темпы быстрые, особенно если это IT-компания, особенно если это IT-компания про аутсорсинг, конкуренция за персонал, как вы понимаете, достаточно существенная, так что мы, в общем-то, и двигаемся в сторону ускорения процесса. Продукты для автоматизации в части привлечения вы можете видеть на слайде, да, то есть это вот, собственно, те, наверняка, знакомые многим имена, Естав, Amazing Hiring, вполне себе дают возможности для того, чтобы процессы работали, а данные, которые формируются благодаря введению этих процессов, они были достаточными для того, чтобы принимать качественные решения. И здесь, пожалуй, я начну еще подсвечивать разницу в том, что метрики для отслеживания и процессные KPI, которые могут быть целями для кого-то, это чуточку разные вещи, и на них имеет смысл смотреть с разных сторон. Почему? Потому что здесь, да, с точки зрения ключевых метрик, ну, вы видите, мы оцениваем, собственно, процесс, то есть мы смотрим на количество вакансий в работе, мы отслеживаем поток кандидатов, да, здесь мы можем посчитать ту самую воронку подбора, да, одна из, вот, пожалуй, любимых и самых узнаваемых метриков в части про рекрутмент, и просто единожды, да, банально построив эту вороночку, можно уже увидеть, на каких этапах ломается. Если у нас есть большой разрыв между этапами, соответственно, на этом этапе что-то идет не так, мы ныряем, да, видим, что, ой, на техническом интервью происходит шикарный отсев, при том, что резюме лайкали, да, принимали к рассмотрению достаточно бодро. И здесь можно накопать много интересных деталей, да, на тему того, что именно блокирует, что можно улучшать и так далее. С точки зрения того, на что стоит совсем прям плотно, да, обращать внимание, это, ну, безусловно, да, нельзя обойти вниманием offer acceptance, то есть то, что касается принятия офферов, потому что, как ни крути, проанализировав воронку, мы поймем, сколько резюме нам нужно для того, чтобы закрыть одну вакансию, да, определенного профиля с определенным грейдом и так далее. Но если это не приводит все-таки, да, к успешному результату, то есть там условно процент принятия офферов 25, и мы теряем кучу народов, кучу народа, который уже дошел до финала, но, опять же, что-то идет не так, нужно работать с тем, почему ломается, да, опять же, почему люди отказываются и так далее. Я из личной практики, опять же, могу здесь подсветить тот момент, что зачем, да, мы говорим о метриках так подробно в части HR-автоматизации, потому что, посмотрев на метрики, да, оценив их применимость для вашего конкретного случая, вы можете критически посмотреть на систему, которая уже есть в компании, да, или на набор систем, которые вы рассматриваете для выбора, и понять, а вы сможете получить ответы на ваши вопросы, если вы пойдете, да, дальше с этой системой ЭЗС. Бывает такое, что процессы отслеживаются, а причин отказа от офферов, ну, не предусмотрена, и они собираются, потому что, да, там, рекрутеры молодцы, их руководитель молодец, причины собираются, но в комментах. И для того, чтобы потом получить полезную информацию из этих комментариев, уйдет тонна времени, хотя, собственно, этого можно было избежать, если позаботиться о принципиально ключевых метриках для отслеживания заранее. То, что касается процессных кипяев и разного рода, да, средних сроков закрытия вакансии, среднего срока выхода людей, в целом удовлетворенность всех участников процесса этим процессом. Здесь мы уже можем рассчитывать какие-то критические показатели для компании, да, смотреть на то, что у нас происходит с точки зрения поинта по вниманию и работать над этим. Окей, двигаемся дальше. Дальше мы будем говорить про адаптацию. Ну, на самом деле, это процесс про Get Me Started, и не так много специфических моментов, которые следует отслеживать на этом этапе, но, тем не менее, они есть. Зачастую сам по себе, да, расчет вот этих показателей, он не требует какого-то специального, какой-то специальной настройки HR-систем, и это, как правило, присутствует, опять же, у всех. То есть здесь мы говорим о том, насколько, ну, одна из важнейших метрик, да, в целом текучественно испытательном сроке, то есть вот у нас есть люди, которых мы правдами и неправдами все-таки захайрили. Они начали работать, и довольно неочевидная проблема, но та, о которой хочется говорить, это то, что касается потерь именно в ходе адаптации, потому что если здесь шкалит, да, то есть если у нас в целом с текучестью, ну, вот на глобальной всей компании все хорошо, но люди, которые покидают компанию, покидают ее быстро, это значит, что с адаптацией что-то не так, и, опять же, это повод посмотреть, как это выглядит. Сюда мы также относим то, что касается задачи на испытательный срок, да, то есть трекинг применяется не везде, а надо, да, потому что даже если задачи на испытательный срок не являются, да, там, какими-то экзаменационными пунктами, тем не менее это определенный маршрут для ньюкамера, для того, чтобы понять, он в правильную сторону бежит или нет. То есть это и его собственная мотивация, и возможность оценивать в том числе качество подбора, и возможность сохранять людей, которые находятся под риском на этом этапе. По факту здесь и процессный KPI в большей степени про уровень счастья, да, то есть про удовлетворенность, про то, насколько есть присмотр за ньюкамерами, да, то есть из каких-то, опять же, боевых примеров не очень релевантно для нашей страны, ну, для некоторых, да, областей отраслей, но был прикольный пример про предадаптационный период, когда люди просто не доходили до старта, и этот процент, он был, что-то, если мне память не изменяет, под 70. При том, что offer acceptance прекрасный, текучести внутри компании нет, люди не доходят. То есть как бы при отсутствии этой метрики, да, и при отсутствии наблюдательности вовлеченных в процесс специалистов, можно было бы очень долго не понимать, почему роста-то нет. То есть вроде как никто не увольняется, и все принимается, эффекта нет. К вопросу о том, что, опять же, да, при наличии такого небольшого чек-листа с названиями метрик уже сильно проще планировать ваши собственные изменения в теме HR-автоматизации. Теперь, то, что касается обучения и развития. Ну, здесь очень много можно говорить о вариантах решений, да, то есть начали мы сегодня с вами с тех возможностей, которые в целом, да, как отус может вам помочь с точки зрения хайринга и обучения в теме конкретных решений SkillCup, WebSoft, SkillFolio, iSpring и многие другие. То есть по большому счету это возможность мониторить, что происходит с обучением сотрудников внутри компании. Если вы партнеритесь с какой-то организацией, да, на этот счет наверняка есть возможность попросить аналитику, либо сразу проактивно коллеги приходят с дешбордами и говорят, смотрите, вот тут вы сможете мониторить, сколько народа обучилось, какие курсы они прошли, насколько они действительно завершают, да, программы, которые были начаты и так далее. То есть уровень, да, там, игнора обучения это тоже важная метрика, особенно если в индустрии есть какие-то стандарты, да, по повышению квалификации и нужно за этим следить. То есть, пожалуй, про обучение сильно подробно не расскажешь, но при этом недооценивать набор метрик, да, которые есть, можно и нужно. И здесь я бы подсветила такой момент, что не только, да, снаружи мы на это все дело смотрим, то есть, ну окей, какое-то количество тренингов сотрудники прошли, прекрасно, это умеют отслеживать все. Какой-то набор, да, там, тем, категории курсов, все, все, мы все это знаем, то есть это все прекрасно, но если никак не оценивать освоение, да, этих навыков с точки зрения сотрудников и степень их счастья на этот счет, ну, в общем-то, про аналитику на тему обучения, про, опять же, движение в сторону digital HR можно забыть, потому что сама по себе, да, сама по себе статистика по часам и по количествам обученных, она не очень полезна в этой связи. Если мы, опять же, да, начинаем смотреть на исполнение плана обучения, то есть мы планировали прокачать сотню джунов до регуляров, допустим, да, до медлов, либо мы целились в то, что в целом, да, Net Promoter Score по обучению будет выше 90%. Это уже конкретные цели, к которым стоит идти, и, конечно, здесь не добавишь каких-то, да, там, индустриальных рамок, бенчмарок, бенчмарков, что угодно, но, тем не менее, то есть это можно установить внутри компании и к этому стремиться. То есть здесь маленький момент для внимания, это смотрим с двух сторон, примерно так. Окей, про эффективность. И, ну, вот это на самом деле, пожалуй, такой единорог удачи в плане выстраивания диалога с руководством компании глобально, потому что мы говорим здесь про эффективность. Все хотят, да, или цель любой коммерческой организации увеличивать прибыль, соответственно, хочется понимать, как конкретный человек, да, влияет, contributed to this deal. И если, да, прийти к принимающему глобальное решение о жизни всей компании человеку с демонстрацией того, да, как у нас выглядит доход на одного сотрудника, как выглядит возврат инвестиций, да, тот самый return of investment и то, что касается денег, да, как мы видим, собственно, отношения доходности компании и расходов на персонал. Обычно принято считать, что, а, всегда можно резонуть HR-бюджет, как-нибудь что-нибудь придумают. Но по факту список метрик, которые вы сейчас можете видеть, это возможность отбиться от документа, что на администрацию всегда можно подрезать. По сути, каждый человек генерит какой-то кусочек дохода для компании. Если мы посчитали стоимость, да, условную стоимость хайринга одного сотрудника и посмотрели на то, как эти две цифры выглядят вместе, как они выглядят в динамике, мы уже можем ответить на вопрос, что, смотрите, с ростом, да, численности компании прибыль на одного человека продолжает расти, все окей. Если она падает, да, то есть это, опять же, вопрос к тому, повод к тому, чтобы поковыряться в этом вопросе подетальнее, нырнуть поглубже и поискать вещи, которые на это влияют. По факту, все, что касается эффективности, здесь можно разворачивать с точки зрения финансов, да, с точки зрения, ну, зарплатного фонда, опять же. Зарплатная аналитика и все сюда, да, то есть доплачиваем, не доплачиваем ли мы по рынку. Часть вещей можно действительно монетизировать и продолжать работать в эту сторону. На самом деле, опять же, да, некоторые из решений, которые вы можете видеть, ну, в большей степени редкость, потому что мы здесь подсвечиваем именно то, что касается возможности прям взять и вынуть нужные на метрике отсюда, но, опять же, имея условный ЕСТАВ, да, с возможностью вытянуть оттуда данные о том, сколько, какие рамки были положены на позицию, да, то есть сколько людей над этой позицией поработало, ну, то есть самый простой пример, да, в случае со стоимостью найма, когда мы должны учесть целый ряд параметров, начиная от расходов на зарплатные сайты и заканчивая доходом, да, зарплатой людей, которые в этом процессе участвуют. То есть это рекрутеры, это технические интервьюеры и так далее. То есть расчет не то чтобы прям мега сложный, но полезность такой метрики, я думаю, говорит сама за себя. То, что касается, ну, такого, да, уже одухотворенного развития и того, что мы делаем с людьми для повышения их продуктивности в целом, мотивация, да, то есть вы можете видеть здесь проекшн, мотивити, хайпиджоп, в общем-то все то, что позволяет чуточку получше рассмотреть процессы именно про такое, да, то есть вовлеченность человека как способ повысить его эффективность как сотрудника. Очень модно, стильно модно, молодежно, все умеют, да, считать удовлетворенность персонала, проводить опросы вовлеченности, весь вот этот энгейджмент, но на самом деле, кроме этого, мы должны следить и за тем, как это соотносится с текучестью, например, да, то есть если, опять же, у нас все счастливые, все говорят, что окей, мы вовлечены, но при этом численность компаний неуклонно падает, ну, это звоночек, да, о том, что где-то что-то недоучитывается, то есть возможно, возможно, да, есть естественный процесс оттока, сейчас мы, опять же, да, на отдельном пункте про retention поговорим и про текучесть в том числе, но информация о вовлеченности в вакууме, да, сама по себе без учета остальных метрик, она не даст вам очень много, хотя бывает, я встречала такие подходы, когда для того, чтобы доказать, что с HR-службой все хорошо, демонстрируется просто индекс удовлетворенности сотрудников, там все хорошо, как бы все танцуют, то есть это изолированный подход, да, есть у него свои недостатки, но тем не менее, то есть как минимум, эта метрика должна существовать в любой компании, без нее совсем никуда. Ну, а если мы говорим про этап прощания, здесь, опять же, да, продукты для автоматизации, ну, в любой системе мы можем отследить, собственно, да, увольнение, поэтому здесь нет смысла приводить конкретные примеры, но что часто недоучитывается при работе с данными на этом этапе, это информация от сотрудника уходящего, да, то есть здесь есть нюанс, когда мониторятся причины увольнения, которые нам с вами, да, позволят посчитать, например, добровольную текучесть, важна точка зрения, то есть один из классических примеров, когда в HR-системе есть просто, да, там одно поле, одна зона для того, чтобы оставить коммент о том, что человек ушел потому что. И я здесь даже не касаюсь причин, да, расторжения трудового договора, как они, как их принято трекать, да, как их принято называть ПТК, потому что я думаю, все и так представляют, насколько эта информация в целом бесполезна в подавляющем большинстве организаций. Здесь замечание, которое хочется сделать, это то, что сотрудника тоже надо спрашивать, и тот фидбэк, который получен от него, должен иметь вес в расчете итоговой метрики, потому что, окей, у нас всегда будет две точки зрения, да, точка зрения руководителя, точка зрения сотрудника и, возможно, да, точка зрения HR-партнера, который с уходящим, да, прощался, общался и получал от него информацию. На этом этапе можно мониторить в том числе, да, компании, в которые ушли люди. Здесь можно отслеживать, на какую зарплату ушли люди. Ну, естественно, об этом будут говорить не все, но пул информации, которую здесь можно получить, он бесценен. Даже если у вас появится небольшой, дополняющий вашу HR-систему, анонимный опросничек на условном, ну, опять же, да, на условных Google-формах сервейманке где угодно, где вы попросите человеков поделиться тем, с чем они уходят из компании, да, почему они ушли и так далее, это уже очень жирный плюс к метрикам, которые мы с вами посчитали здесь. И, на самом деле, да, опять же, если сделать небольшой шажочек назад в тему BI, да, и объединенных репортинговых систем, добавить кусочек информации из Excel, да, из этой системы опросов, будет не так уж затратно, но при этом вы, опять же, сильно обогатите ваш репорт. Самой популярной и самой трудной в расчете метрики на этапе прощания и традиционной является стоимость ухода. Здесь можно тоже целый отдельный холивар разворачивать на тему, как это правильно считать, но из каких-то поверхностных рекомендаций учитывать скрытые параметры, да, то есть мы теряем человека, мы теряем сколько-то продуктивности этого человека непосредственно перед уходом, мы теряем кост на хайринг нового человека на замену, и мы теряем наверняка что-то еще. То есть если вы зададитесь целью посчитать эту красоту, пожалуй, чем больше, да, вовлеченных процесс стейкхолдеров получится опросить на тему того, что, по их мнению, влияет на это, да, на этот печальный этап, тем лучше. Ну и, соответственно, при поддержке мощного HR-аналитика все посчитается хорошо. Окей. Собственно, здесь я передаю слово Денису, наверное, да? А я уже здесь. Примерно, все верно. Так, да, Ксения, спасибо большое. Это еще не все для нашего чатика. Поясню, что сейчас мы сделаем просто небольшой перерыв именно в лекционной части. Я расскажу вам немножко полезностей. В это время, пока я буду рассказывать, я попрошу всех, кто находится в чате, если у вас назрели вопросы, они могут назреться в любое время. Пишите, пожалуйста, их в чате, потому что сразу после такой информационной моей части, которую я вам расскажу, мы поотвечаем на ваши вопросы, и у Ксении будет еще кусочек той информации, которая ей осталось донести до вас. Ни в коем случае не переключайтесь, не выключайтесь, потому что все самое главное и важное у нас еще остается на самый финал вебинара. Ну, а сейчас, с вашего позволения, я перейду к небольшой информационной, но от этого ни в коем случае не менее важной. Мы с вами сейчас поговорим немного про стратегии обучения для сотрудников под их развитие, и немного поговорим о том, как выбрать стратегию обучения команды IT-специалистов. По факту у вас есть четыре варианта, как вы можете это сделать. Это могут быть онлайн-курсы, где записи могут быть как предзаписанные, так и вживую, в онлайн-формате, к примеру, все это может быть вполне. В последнем случае надо будет подстраиваться, правда, под запуск и расписание группы, но материал от экспертов будет самым актуальным, учитывающий самые последние тренды. Есть такой вариант, как наставничество, то есть нет какой-то прям программы, линейного процесса. Вместо этого к опытным сотрудникам есть прям прикрепленные подопечные. Задача наставника – дать фидбэк на выполненную работу, ответить на вопросы и делиться полезными материалами и наработками. Есть внутренний центр обучения в компаниях, то есть компания создает систему внутри, формирует программу, преподавателей готовит из числа экспертов и возраивает процессы. Ну и, конечно, существует разработка целого курса под запрос компании, то есть программа формируется, опираясь на стэк, отрасль и задачи конкретного проекта, а также уровень команды. Обучение через стандартные курсы, у них есть как свои преимущества, плюсы, так и минусы. Рассмотрим плюсы, преимущества стандартных курсов. Стоимость – один из самых доступных форматов за комплексную прокачку навыков, естественно. Удобство, то есть надо привлекать своих экспертов к процессу. Есть отлаженная система, то есть школы берут на себя организацию темного процесса в течение всего курса, и существует нетворкинг, то есть активный обмен опытом не только с экспертами, но и со своими одногруппниками. Минусы. Есть такой момент, как универсальность, то есть сотрудник проходит общую программу и подстраивается в целом под всю группу. Когда это выгодно? Когда надо поднять уровень сотрудника, то есть, например, джуна на медла перевести, или в медлу углубить его компетенции. Когда сотрудник хочет, например, сменить направление и, например, из тестировщиков пойти в разработчики. Что нужно учесть в этом случае? Уровень и содержание программы. То есть курс может быть очень объемный, но содержать темы, которые специалисты уже, например, ваши владеют. А репутация школы среди компаний надо тоже учитывать обязательно. И узнаете у менеджера, как защищаются интересы компаний, например, от хайдинга со стороны партнеров по трудоустройству, возможность отслеживать успеваемость и тому подобное. Едем дальше. Внутреннее обучение. В чем его преимущество? Адаптированность. Ну, по факту, всю практику можно построить на задаче компании. А значит, сотрудник, который проходит обучение, быстрее просто освоится в проекте. Есть такой момент, как независимость. То есть нет обязательств перед сторонней образовательной компанией. Каждый элемент выстраивается так, как удобно именно вашей организации. Ну и внутренний HR-бренд. То есть в процессе обучения можно органично вписать корпоративные ценности. Минусы такого момента, как внутреннее обучение. Отсутствие или нагрузка на экспертов. То есть не всегда в компании есть спецы с достаточным уровнем зданий для того, чтобы обучать коллег. А также большие, как правило, расходы на организацию. То есть разработка программ, подготовка преподавателей, куратора, обеспечение учебного процесса. То есть это все капает в расходы. Когда это выгодно? Когда регулярно нужно повышать квалификацию сотрудников раз за разом? Ну, так устроены школы-стажеры, к примеру. И IT-корпорации. Им это выгодно, у которых большой штат спецов, и есть сотрудники-звезды, которые делятся своим опытом. Что нужно учесть? Привлекайте помощь. Не обязательно вот все это делать с нуля. Можно обратиться к тем же образовательным организаторам, чтобы они помогли выстроить центр обучения. Едем дальше. Наставничество. Здесь быстро и понятно. Преимущество. Это обучение, которое встроено в работу. Наставник знает, что, когда отправить, знает надчасть, знает, как поделиться своим опытом. Это дает быстрый рост подопечного, не отрывая его от рабочего процесса. Минусы. Отсутствие системной прокачки. То есть наставник только лишь направляет и консультирует по ходу волнения задач. Но он не дает комплексную подготовку. И загруженность наставника. Это типичная ситуация, когда у медлов и сеньоров плотный график задач. Поддержка новичков осуществляется по остаточному уже принципу. То есть время осталось на них, пошли помогать. Когда это выгодно, требуется адаптация в акте больше, чем... То есть наставничество хорошо дополняет прохождение онлайн-курсов, когда сотрудник прокачивает навыки, учится их применять в проекте под присмотром старшего коллеги. Обязательно при этом нужно учесть регламент наставничества. Эксперты-подопечные должны обязательно понимать, как работать в паре, что ожидается в результате и как этот результат оценить. Ну и, наконец, хотелось бы рассказать вам непосредственно под кастомизированные курсы, это четвертый пункт, под конкретные задачи бизнеса вместе, в том числе, с отус онлайн-образованием. Что такое курсы на заказ? То есть по факту это инструмент, которому наши эксперты создадут программу обучения под конкретно ваш проект и вашу команду. Они отличаются от обычных следующих. Программа полностью построена под ваши задачи и цели изначально. Ничего лишнего. Использование рабочих кейсов сотрудников для практических заданий существует. Индивидуальные или групповые проекты на рабочих задачах имеются. Любое удобное время проведения занятий на ваш выбор. Ну и, конечно, возможность изменения стандартных метрик обучения и их показателей, если это необходимо. Как мы работаем? Первое. Подбираем преподавателей с необходимыми навыками. Наши эксперты готовят программу обучения под допрос. Согласовываем при необходимости, корректируем программу обучения при участии ваших экспертов. Четвертое. Выбираем точные даты обучения и время проведения. Формируем также списки участников. Ну и пятое. Оформляем все необходимые документы и непосредственно запускаем курс. Просто в качестве примера несколько компаний, для которых мы уже организовывали курсы на заказ. Их названия вам наверняка знакомы. И ВТБ, и Евраз, и Почта России, и Авито, и МТТ. Я думаю, что вы знакомы как минимум с большинством из этих компаний. Конкурентные преимущества наши именно заключаются в пяти основных, ну, на пяти основных слонах держится наша история. IT. Мы выросли из IT и понимаем специфику среды аудитории. В непрерывном контакте с IT-специалистами мы пребываем постоянно. У нас есть свой центр карьерного консультирования, то есть современные тренды, инструменты в HR и рекрутинги. У нас есть гибкость, потому что наши эксперты могут создать программы обучения под конкретно ваш проект и команду. In-house команда, отвечающая за трафик, контекст, спецэффекты и ивенты, существует. А также есть тестирование сотрудников. То есть, опираясь уже на результаты тестов, мы сможем подготовить специализированный курс, который направлен на развитие именно тех компетентов, которые на данный момент проседают, мягко говоря, не столь широки или не столь углублены. Вот что говорят коллеги, обучавшие у нас своих сотрудников. Я долго не буду здесь останавливаться. Вы сможете почитать отзывы на любом из наших ресурсов, например, на нашем сайте. Да и в любом случае, по любому запросу вы сможете найти эти отзывы. Но если вкратце, вот, пожалуйста, из Ламода, младший руководитель группы разработки Вардан Пагасян рассказывает, что обучение проходило больше 20 сотрудников IT-департамента. Они периодически направляют сотрудников к нам, за что большое спасибо, с целью совершенствования и систематизации знаний по распределенным системам. Все курсы нравятся, и им очень нравится формат, такие как живые онлайн-вебинары. Ближайшие старты обучения по ПРО-курсам разработки вы видите прямо сейчас на экране. Это 27 апреля для TeamLead, в течение пяти месяцев будет проходить курс. Это 24 апреля для PHP, Developer Professional, пятимесячное обучение, ну и 26 апреля запускается пятимесячное обучение Kotlin Backend Developer, тоже на уровне Professional. Мы расскажем, как успешно управлять командой разработки, грамотно распределять задачи и лучшие скины практики по развлечию Soft и Hot Kills на TeamLead. Сможете успешно решать на PHP разнообразные задачи в PHP Developer и профессиональная бэкэнд-разработка на Kotlin в случае с Kotlin Backend Developer. Ну, еще более 60 курсов, конечно, это вот просто пример самых ближайших из них. У нас для вас есть специальные условия для всех, кто участвует в нашей сегодняшней встрече. Вы получите бриф для расчета индивидуальной стоимости программы. Мы проведем для вас бесплатное тестирование для ваших сотрудников с целью определения сильных и слабых технических компетенций. Пока это все бесплатно. Просто напишите плюсик в чат, и мы с вами свяжемся для согласования времени формата дальнейшей работы. Пока ничего от вас не надо, если заинтересовало, плюсик в чат, чик, и здорово. До 17 апреля это предложение действует для участников данного вебинара. Надеюсь, что мы с вами продолжим знакомство именно в таком формате и не только. А пока мы переходим далее к HR-аналитикам как участникам процесса автоматизации, поэтому я с большим удовольствием отключаюсь от демонстрации и попрошу нашу прекрасную Ксению подключиться к нам вновь. Анастасия, Андрей, спасибо за ваши плюсики. Если еще заинтересовало, подключайтесь, пожалуйста, к нам, пишите плюсик. С вами просто свяжутся и обсудят, как бы вам хотелось реализовать эту возможность, которая до 17 апреля будет у всех участников нашего вебинара. Ксения, мы готовы продолжать. Да, спасибо большое. Мы продолжим с вами говорить на тему роли HR-аналитика как участника процесса автоматизации. И здесь я, пожалуй, попрошу вас сейчас немножечко затормозить, подумать о том, что мы успели разобрать в первой части нашего вебинара, нашей лекции, вспомнить о том, что мы посмотрели на этапы HR-процесса, много метрик, которыми это все можно обматывать. Естественно, возникает вопрос, я HR-директор, либо я HR-бизнес-партнер, что мне делать-то? То есть это все про расчеты, это все про математику и больше, про разработку какую-то, то есть как это победить. На самом деле, много где уже в рамках текущих компаний есть аналитики, есть аналитики, которые занимаются HR-данами, в принципе, их можно вполне себе привлекать к этому процессу, но, пожалуй, здесь хотелось бы отметить тот момент, что HR-аналитик, как просто человек, который работает с готовыми данными, получаемыми из систем, это только одна часть картины. Для того, чтобы получилось прокачивать компанию на пути к большей зрелости в digital HR, HR-аналитики должны участвовать в процессе автоматизации хотя бы как молчаливые тени, а лучше как активные контрибьюторы, люди, которые добавляют свой какой-то вклад в этот процесс. И что я здесь хочу выделить как принципиальные критерии, то есть чем будет полезен HR-аналитик, либо человек, который с позиции HR-BP, рекрутера, даже менеджера достаточно высокого уровня погрузился в систему, небольшой набор критериев, которые вам сейчас уже могут помочь сделать свой HR-диджитал чуть лучше. Собственно, мы чуть-чуть коснулись этого в предыдущей части, в предыдущих сериях, но вы помните, вот этот зоопарк систем, наверняка у вас что-то есть, наверняка вы можете думать о том, что а не заменить ли HR-систему, не сделать ли ее лучше, не доработать ли, и для того, чтобы сделать это максимально эффективно и полезно в конечном итоге для целей компании, мы смотрим на вообще, мы сможем посчитать показатели, которые нас интересуют, с помощью этого продукта. Здесь, скорее всего, вам потребуется привлечение специалистов, которые отвечают за разработку либо за доработку, кастомизацию HR-системы внутри компании, но это как раз-таки тот диалог, где дополнительный член команды в роли HR-аналитика, в роли технического специалиста сможет помочь с переводом с бизнес-языка на технический и обратно. Нам, по сути, здесь важно убедиться в том, что данных для правильных расчетов достаточно. Прекрасно. То есть, это касается и процессных KPI-ов, и ключевых метрик. То есть, вы можете сейчас прям представить, что вы взяли презентацию, вот ровно ту, которую мы с вами посмотрели, еще раз ознакомились с метриками, которые мы рекомендуем оценивать в рамках определенных этапов жизненного цикла сотрудника, выбрали то, что важно именно для вас. Я прям на всякий случай призываю, что пытаться это все сразу добавить и посчитать, ну, будет довольно-таки энергоемким проектом, поэтому лучше отметить для себя два, три, четыре, пять ключевых показателей, с которыми вам хотелось бы поработать в первую очередь. и в этот момент мы уже получается имеем некоторый план для того, чтобы дальше представлять, визуализировать, готовить какие-то более компактные визуальные месседжи для принятия решений о том, что происходит с персоналом. По факту, опять же, HR-аналитик, который не может получить доступ к своим данным легко, ему тоже будет грустно, тяжело и печально. Он будет терять время на то, чтобы добыть информацию, это в частности касается каких-то локальных систем, где, например, отсутствует встроенный модуль репортинга. Мне доводилось с таким сталкиваться, когда просто есть система для трекинга данных о персонале, конкретно от момента найма, то есть от момента, когда человек подписал документы и стал сотрудником компании, до момента увольнения. При этом репортингового модуля там не было. И без саппорта HR-аналитиков, которые смогли зайти в процесс, получить доступ к базе данных, в которой это все хранилось, и сформировать репортинг сначала на Excel, а потом на BI. Ну, в общем-то, этот профит от участия аналитиков в процессе, он получился как раз таки, потому что не потеряли этот пункт. да, действительно, пример достаточно такой специфический, но в реальности, как вы понимаете, бывает многое, поэтому один из критериев о принятии решения о том, с какой системой вам хотелось бы работать, это возможность к ней подключиться, да, наличие встроенных репортинговых модулей, возможность получить данные из базы напрямую. Здесь есть один нюанс, да, некоторые из решений, да, ну, в частности, решений таких, как тот же Яндекс.Даталенс облачные. Не каждая компания готова взять и зашарить свои данные в некоторые красивые радужные облака, то есть это может быть одним из пунктов, в которых и вам следует обратить внимание, и HR аналитик, как правило, будучи в курсе, обязательно задаст этот вопрос. И другие, да, какие-то частные примеры о том, как мы потом будем собирать информацию воедино, как мы будем это все процессить, чтобы, ну, в конечном итоге мы целимся куда, да, то есть чтобы можно было зайти на вкладочку браузера и, может быть, да, прямо на одном экране, может быть, немножко поклацав оценить состояние, собственно, диджитализации HR-а внутри нас с вами. Я много где, к сожалению, увидела этот пример и неспроста он выведен здесь на слайде пунктом номер четыре. Если в компании есть, да, набор систем, одна про рекрутинг, одна про развитие, еще одна про там обучение, допустим, для того, чтобы, собственно, потом это все собрать в кучку, нужно уметь идентифицировать людей и собирать в единый датасет. Иначе, если не будет возможности это все собрать, ну, опять же, чудо не произойдет, магии не будет. Это маленький, но очень важный момент, поэтому мы про него говорим сегодня. Окей, ну, и на закуску тот пункт, который почему-то, опять же, зачастую обходится вниманием, с одной стороны, с другой стороны, бывает, создает приличные препятствия для аналитиков, для того, чтобы у HR-директора появился крутой дешборд, и он его смог потом показать правильным людям, да, то есть это то, что касается работы с данными о персонале, как с, пожалуй, одними из наиболее чувствительных, сензитивных данных в целом. Я не буду здесь говорить про GDPR, да, про законы о персональных данных и все такое прочее, я думаю, что все про это знают так или иначе, да, либо из рабочей реальности, либо из личной, да, бытовой жизни и так, но персональные данные тема важная. Очень много чего можно к ним отнести, да, то есть вот этот чудесный список во втором пункте вы можете наблюдать на экране. И с точки зрения, опять же, HR-автоматизации и вовлечения HR-дира либо HR-аналитика в этот процесс, это не забыть, предусмотреть, как с этим пластом информации мы будем работать в наших системах. Сюда относится пункт про как раз-таки, да, будет ли выбранная вами HR-система чего-то куда-то на внешние сервера уносить или не будет, да, то есть это один из обязательных пунктов, которые мы обычно проверяем при оценке, какая система подойдет лучше. Это может касаться того, окей, а разработчики системы, да, то есть люди, которые пишут код для добавления фич нужных нам, они могут видеть перс-дату, да, у них есть разрешение либо соглашение, неразглашение, либо что-то еще, либо нет, как регламентируется их работа, могут ли они качнуть себе, да, там, список телефонов и что-то в этом роде, то есть, опять же, обо всех этих вещах кто-то должен позаботиться. Конечно, опять же, когда мы говорим о большой организации, где есть data warehousing и все в этом роде, как правило, архитекторы БД, люди опытные, они умеют подстраховываться на этот счет, но месседж со стороны бизнеса, да, то, как вы, как заказчик, хотели бы это контролировать, он, безусловно, бесценен здесь, да, просто потому, что любые утечки на этот счет, это всегда большой провал. Я думаю, опять же, да, если вспомнить какие-то новости из прошлых месяцев или лет, про, а вот тут у Яндекс.Еды утекло, а вот тут у Сбера утекло, ну, в лучшем случае, да, мы получаем какой-то дополнительный спам, как участники этого процесса, в худшем случае что-то, да, какие-то факты мошенничества или что-то в этом роде, поэтому я думаю, здесь трудно недоили переоценить эту информацию, просто плюс один пункт к тому, что обсуждается при изменении ландшафта и чароавтоматизации компании. Какие-то вещи, которые не всегда, да, принято правильно обрабатывать с точки зрения репортинга, но которые тоже являются чувствительными, опять же, не зачитывая, вы можете видеть, здесь хочется подсветить один момент. Когда мы работаем, да, опять же, на стартовых этапах, то есть, когда репортинг живет в Excel, да, можно красиво, классно визуализировать кучу информации и создать фактический дашборд в Excel, но чем хороши, опять же, да, для решения этой задачки биосистемы, тем, что вы можете при снова саппорте HR-аналитика, да, настроить видимость данных в итоговом отчете в зависимости от того, кто на него смотрит. И таким образом, самый классический пример здесь, это когда мы руководителю подразделения показываем только тех людей, которые в его подразделении работают или работали, да, и те, которые работали до определенного момента, до, там, перехода в другое подразделение, то есть те вещи, да, которые про оценки, про перформансы, прейзл-аттестации, про какие-то, ну, безусловно, про компенсации, это вообще прям отдельный контур, отдельная база, отдельная защита и все в этом роде. То есть тот факт, что не обязательно, да, там только три человека в небольшой компании имеют право видеть, должен ограничивать вас при принятии решения о том, быть репортингу или не быть. Современные технологии вполне себе позволяют настраивать raw level security, да, то есть возможности раздельно показывать информацию только правильным людям и здесь не прибавить, не отнять. Это классная фишка, которую могут уметь сами по себе HR-система, да, но если вы целитесь в то, чтобы компания была в едином, да, вот в таком, в единой репортинговой экосистеме с точки зрения HR, об этом тоже полезно позаботиться, потому что тогда не только специалисты службы персонала и high level management, но и в целом линейные руководители, хоть тем лиды, да, в зависимости от выбранного решения, смогут участвовать в этом процессе, помогать HR-у становиться лучше, да, удерживать людей, мониторить какие-то риски, заявлять, да, о ценности определенных людей и делать мир чуточку лучше. Так что здесь, наверное, небольшой вывод о том, что следует учитывать при работе с чувствительными данными, да, предусмотреть разделение прав и ролей, здесь технические специалисты вам помогут, но главное слово в любом случае за вами, иметь какие-то соглашения, которые подписываются, да, там, с администраторами систем, с теми людьми, которые будут это видеть так или иначе, да, по техническим причинам, но, тем не менее, определенный контроль здесь должен быть. Если нет возможности применять, вот эти свежие фишки, ну, как свежие, скажем свежие, хорошо, про индивидуальный показ информации, то деперсонализировать публичные отчеты, если они есть, и иметь, опять же, правило о том, как именно хранится, обрабатывается информация внутри подразделения, занимающегося HR-аналитикой, потому что, ну, как бы овергоды, да, для хранения личных дел сотрудников сотрудников компании по ТК РФ это хорошо, но при этом мы еще можем иметь свои собственные процессы на предмет сохранения информации внутри. И, как вы понимаете, да, если человек увольняется, все равно мы имеем право держать, сохраняя часть его данных для целей дальнейшего развития HR-аналитики компании, иначе до Digital HR мы не дойдем. Окей. Собственно, здесь я подведу итог нашей лекционной части, назовем это так, и еще раз хочу подсветить несколько моментов, да, то есть мы поговорили о жизненном цикле, мы посмотрели, например, о систем, которые можно и стоит использовать для автоматизации, я не возьмусь давать, да, конкретные советы о том, что вот это решение вам точно подойдет, это не подойдет, не потому, что не существует каких-то топов, просто очень индивидуальные условия каждой конкретной компании, и как раз-таки, да, через вот это самое обучение, с которым мы к вам сегодня пришли, в том числе можно решать эту задачку. Но, тем не менее, я думаю, что благодаря сегодняшней теме у вас уже появилось чуть больше знаний о том, что следует учитывать при продвижении компании на пути к классному, реальному, зрелому HR, Digital HR, и я желаю вам в этом удачи, я думаю, что все получится. Спасибо большое. Спасибо большое, Ксения, за эти, мало того, что красивые слова, так еще и очень важные во многих своих аспектах. Я хочу попросить всех, кто у нас остался в чате до самого конца лекции, нашего вебинара, который длился без малого полтора часа, написать большое спасибо, Ксения, за ее труды, за ее рассказ, исчерпывающий, полноценный, методичный и грамотный во многих своих моментах. Поэтому не забудьте поблагодарить и сказать большое спасибо, Ксении. Я со своей стороны вам вот такой вот напоминалочкой выступлю о том, что у нас имеется специальные условия для участников встречи. Напомню вам под финал, что вы можете получить бриф для расчета индивидуальной стоимости и программы, а также провести бесплатное тестирование для ваших сотрудников с целью определения сильных и слабых технических компетенций. Напомню, что можно просто написать плюсик в чат, а мы уже с вами свяжемся. Это все предложение доступно до 17 апреля включительно. Важный момент в самом конце. Пожалуйста, у нас сейчас в чатике появится опрос о эфире. Нам важно знать ваше ответное мнение обратное от вас. Расскажите, насколько вам понравился эфир, какие были сильные не только стороны. Там коротенький совершенно опрос. Нам просто важно понимать ваше мнение о том, как сегодня в том числе все прошло. Спасибо большое. Заранее скажу всем, кто уже, возможно, начал заполнять этот опрос. Ссылочка уже летит в чате. Я, кстати, проверю, как там у нас дела в чатике обстоят. Да, ссылочка сейчас появится в чате, а я хочу попросить всех, кто находится сейчас в нашем чате, всех, кто находится среди пользователей, моя низкая благодарность за то, что каждый из вас сегодня так или иначе сегодня себя проявил. Вот я вижу огромное количество благодарностей, которые уже полетели в чат. Ксения, от себя скажу большое спасибо. Все четко, все по делу и уложились просто в какой-то фантастический тайминг. Ровно полтора часика. Бам и отлично. О, Денис, спасибо за бензар. Игорь, ничего себе, даже мне прилетело, спасибо. Ну, значит, Ксения, все, мы сегодня сделали все, что могли и все, что должны были. Надеюсь, у вас сегодня создали вот эту историю с внутренней любовью к своему делу. Данный эфир был бы пять лет назад, тема просто была бы, просто бы горела. Ну, Андрей, знали бы все, знаете, знали бы, что доллар будет по 80, закупили бы по 30. Ну, вот, поэтому спасибо большое, Андрей, за ваш отзыв и за полученную информацию. Так, ну что, за всем говорим всем еще раз спасибо, прощаемся, с вами были Отус, мы увидимся с вами на следующем вебинаре или уже на тестировании ваших сотрудников или где-нибудь еще, а пока говорю вам большое спасибо и пока-пока. Спасибо, всем хорошего вечера. Ксения, счастливо, всем в чатике, пока.